Это программа «День с толком» в студии Елена Кузовкина. Здравствуйте! Смотрите выпуски. В Барнауле готовятся к массовому тестированию на антитела к коронавирусу. Молочная забастовка. С сегодняшнего дня жители нескольких районов края не сдают коровье молоко. Расскажем почему. Старым и ненужным вторую жизнь в краевой столице началась благотворительная велосипедная акция. На уменьшение, к сожалению, не идем. За последние сутки в Алтайском крае зарегистрировано 45 новых случаев заражения коронавирусом. Пятерка лидеров по распространению инфекции выглядит так. Кроме краевой столицы два города, два района, Зминогорский с огромным отрывом 245 больных. Общее число заболевших в регионе сейчас 970 человек. Умерло четверо. К слову, сегодня во время пресс-конференции министр здравоохранения Дмитрий Попов отметил, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, этой весной смертность в крае снизилась на 772 случая. Ну вот, если коротко о статистике. А между тем, в барнаульских клиниках готовятся к массовому тестированию на антитела к коронавирусу. Ожидается, что проводить первые анализы начнут уже в конце мая. Какие нюансы есть в этом тесте и почему он не может быть пропуском на работу во время пандемии, узнавала Ирина Корчагина. Красная зона частной клиники. За стеклом исследуют пробы на коронавирус. Почти за месяц здесь было проверено полторы тысячи тестов. Сейчас барнаульская лаборатория готовится к массовому тестированию на антитела к новой инфекции. Примерная стоимость анализа – 1200 рублей. Сейчас уже есть зарегистрированные тест-системы и наборы для диагностики антител. Но в производство они поступили и покрывают потребности только Московской области, Центральной России в лучшем случае. То есть до нас, конечно, они еще пока не дошли. Мы стоим в очереди на приобретение этих наборов и приобрести их, я надеюсь, получится только в конце мая реально. В данном кабинете у нас осуществляется иммуноферментный метод ИФА. И вот как раз-таки тестирование на антитела SARS-CoV-2, оно будет осуществляться методом иммуноферментного анализа. По такому же принципу проводят анализ на ВИЧ, гепатит и сифилис. Для исследования берется кровь из вены. Результат известен уже на следующий день. И этот результат ответит на три вопроса. Либо человек болен в данный момент, либо у него уже выработаны антитела к коронавирусу, либо он вообще никогда не встречался с инфекцией. Кстати, в Москве еще 15 мая запустили бесплатное тестирование жителей на антитела к COVID-19. По заявлениям властей жителям будут приходить либо СМС, либо письма на электронную почту, в которых будет ссылка для того, чтобы зарегистрироваться на этот тест. Если не хочешь, ты не будешь его сдавать. Многие надеются, что наличие антител будет их пропуском на работу во время пандемии. Но исследования ученых огорчают. Лишь у немногих вырабатываются антитела к коронавирусу, и даже они не дают гарантию того, что вы не заболеете второй раз. Вот эта информация, которая прошла первое время, что вспышка коронавирусной инфекции, возможно, у нас уже была осенью. Многие сразу подумали, что тяжело болел, значит, у меня иммунитет уже сформирован. Хочется это все проверить, посмотреть и оценить. Хотя по последним данным, как сейчас научная информация идет, антитела очень маленького контингента сформированы. И если обычным людям тест поможет лишь удовлетворить свое любопытство, то специалисты смогут делать выводы об эпидемиологической картине в регионе. Не исключено, что в крае появятся доноры крови с антителами ковид-19. Ирина Корчегина, Александр Антропов. День с толком. А вот жители Михайловского района отказываются сдавать коровье молоко. Скупщики предлагают за литр всего 15 рублей, даже меньше. Люди объявили забастовку. Молоко не сдаем. Сегодня это самая частая фраза дня в нескольких селах Михайловского района. Что, никто не сдаёт, да? Не, ну представь, заводы сейчас не дождутся от вас молока. И всё, и ж**ть будет. Всегда полные цистерны, сегодня совершенно пустые. Ащегуль, школьная 31. Не сдаем, вот вечер будем сепарировать. Утром каемся, сдали. Вечер всё, не сдаём никому. Питова улица в полуямках. Трое сдали. Больше никого не видать. Понижение цены на молоко весной и летом уже правило. Оно действует не только у нас в регионе, но и по всей стране. Считается, что в этот период молока слишком много. Скупщики этим пользуются. Так, прошлым летом стоимость литра опустилась до 17 рублей. Сейчас дно пробито. 15 рублей. Такого, говорят люди, не было никогда. В связи с коронавирусом покупательская способность населения резко снизилась. Продукции очень много. Из-за этого сказали поднижение цен. А как сказался коронавирус на этом? То есть молока стали меньше покупать? Да, молочная продукция. Покупательская способность населения. Чтобы вы понимали, в год только одной корове нужно полторы телеги сена, тонна корма, а еще деньги на содержание. Это десятки тысяч рублей. Возмущаются и не знают, что делать и жители других районов края. Цена на молоко падает. И сильно падает. Падает за 10 дней, по рублю. Уже упало до 17. Неизвестно, что будет за следующей десяткой молока. Наглядный пример. Каждый день с двух коров семья получает 26 литров молока. В прошлом году в мае закупочная цена на литр составляла 21 рубль. То есть в месяц такая семья получала 16 тысяч рублей. Сейчас же им предлагают цену в 15 рублей. В пересчете на 4,5 тысячи меньше. Но и это уже под вопросом. Перекупщики, по словам жителей, угрожают выставить цену еще ниже. 6 рублей за литр. При таком раскладе люди не получат даже 5 тысяч в месяц. Это напоминает с двух коров. Насколько она остается, вот эта вот цена у вас? Вот сейчас цена такая. Сейчас цена. Насколько она у вас? Поднижение еще будет. Здесь целая коррупция у нас сделана. У нас есть перекупщик. Этот перекупщик может другому только перекупщику дать. Он не может через этого перекупщика перепрыгнуть. Хотя есть такие желающие, были поначалу такие желающие. Просто прямо на завод сдавать. Они ему не дают. И каждые вот эти 4 человека у нас, они каждый себе ухватывают оттуда. И нам искусственно занижают цены. Если к нам заезжает какой-либо другой покупатель, а наши закупщики нашего Михайловского района, они его давят. Они ему не дают поднять цену. Он нам так и говорит. Они приезжают сначала платить нормально, а потом начинают снижать. Мы их спрашиваем, почему. Они так и говорят. Ваши нам не дают платить, сколько мы хотим. Как обстоит дело, мы хотели узнать непосредственно у одного из перекупщиков. Но он не взял трубку. Абонент не отвечает. В Алтайпичпроме нашли свое объяснение молочного падения. Закупочную цену на молоко, объясняют специалисты, предприниматели вольны устанавливать сами, исходя из двух факторов. Закупочные цены молока на заводе и сдержек на заготовку. А последние недешево, считают в ведомстве. Сборное молоко, закупаемое у населения, не всегда соответствует требуемым параметрам к товарному молоку. Уровень качества произведенного молока ниже, чем на современных фермах, способных к модернизации технологических процессов. Жители направляют в ФАС. Там, впрочем, уже девять обращений, все в работе. Кстати, в Алтайпичпроме предлагают жителям создать кооперативы. Это поможет населению напрямую продавать молоко заводам, где себестоимость гораздо выше, и защитить себя с юридической точки зрения. Но это нереально, говорят люди. В селах нет ни специальных машин, ни охладительных камер. Поэтому они отказывают создавать молоко, а ситуацию называют беспределом и требуют закупщиков договора. Надо в эти договоры внести поправки, в первую очередь в пункт о ценах, чтобы цена не снижалась, как минимум, в квартал. А не будет документа, молоко будет пропадать. От коров будут избавляться, потому что денег на их содержание взять неоткуда. В таком случае только по Михайловскому району потери молока от подсобных хозяй составят свыше 5000 тонн за год. Требовать справедливости жители готовы и у правоохранительных органов, и лично у губернатора. Валентина Скирова, Николай Шилко, День с толком. К другим темам. В Росгвардии по Алтайскому краю новый руководитель, полковник полиции Александр Сафонов из Омска. По указу президента о региональном управлении он возглавляет с 12 мая. Но обязанности начальника исполнял с февраля. Накануне Сафонов был представлен губернатору Виктору Томенко. Участники встреч отметили, что совместно с Росгвардией задачи общественного порядка в крае успешно решают. Александр Сафонов работает в органах внутренних дел с 99-го года. Предыдущий его пост – замначальника управления Росгвардии по Омской области по материальному и техническому обеспечению. Ну а сейчас к новостям культуры. Эту сферу коронавирус тоже не обошел стороной, но это не помешало отметить праздник. Сегодня Международный день музеев. Пустые залы, тишина, вывески не работает. Но традиционная ночь музеев, точнее день, все же проходит онлайн. Каждый музей для своего зрителя записал видео-лекцию, видео-экскурсию или даже видео-мастер-класс. Так в музее Германа Титова говорили нет, на этот раз не о космическом, а о кукле-обереге. Есть такие легенды, когда женщина не успевала все по дому сделать, и ей хотелось еще несколько рук заиметь. И появилась вот такая обрядовая славянская кукла. А краеведческий музей в Барнауле сегодня играет викторину. Участники отвечают на вопросы по истории региона в период Великой Отечественной. На наш взгляд, вот эта определенная состязательность, она дает, честно, определенный драйв. Тем более, хочется сделать подарки. Количество воинских соединений, сформированных на Алтае в годы войны, 15, кажется. Да, скорее всего, 15. Победителей знатоков будет трое. Их выберут завтра. Подарок организаторы держат в секрете. Кстати, для будущего оффлайн-приема гостей тут уже все готово. Наталья уверена, даже стены музея скучают по посетителям. Если в здании нет человека, оно так же, как что-то живое, умирает. И вот пройдя по пустынным таким нашим залам, усматриваясь в наши экспонаты, ну, вы знаете, вот тоска по нашим посетителям. К слову, сегодня по всему краю в музеях проходят виртуальные экскурсии, мастер-классы, викторины. Такой вот онлайн-профессиональный праздник. Но гостей ждут. А вместо поздравлений – просмотры и лайки. Мария Микшута, Илья Халяпин, Николай Шилко. День с толком. Освободите свои балконы и гаражи от старых или ненужных велосипедов. В Барнауле началась благотворительная акция. Велосипедам дарят вторую жизнь, а затем их передают в добрые руки. Как это работает, узнавала Татьяна Голубева. Буквально вчера его нашли ребята на помойке и принесли нам. Его буквально помыть, и он полностью готов к катанию. Все, отличный велосипед. Евгений – один из организаторов акции. Говорит, не ожидали, что всего за одну неделю барнаульцы принесут 50 велосипедов. Во время прошлой акции собрали всего 15 средств передвижения. Так что сейчас пошли на рекорд. Довольно много хороших, которые, в принципе, там помыть, смазать. И они готовы накачать колеса. Такие минимальные какие-то вложения сил и времени в них. Много людей приносят коляски, приносят еще что-то там. Какие-то такие детские машинки, по-моему, какую-то одну принесли. В первый раз акцию организовали в 2017-м. Тогда велосипеды подарили детям из малообеспеченных семей и пациентам детского онкоотделения, которые учились кататься прямо в больнице. Нет возможности выйти ни на улицу лишний раз, ни поиграть. И тем более какой-то велосипед на улицу вообще нельзя. Особенно вот сейчас солнце начнется. Будем кататься дома, значит. Марка велосипеда не имеет значения. Поэтому приносят горожане довольно старенькие экземпляры. Какие-то могут пойти на запчасти. Хотя этот с виду невзрачная мешутка после небольшого ремонта еще послужит новому хозяину. Цепь нужно будет поднатянуть. Видите, вот здесь нужно два болта расставлять, цепь поднатягивать. Организаторы говорят, приносить можно не только велосипеды и коляски, но и самокаты, а также роликовые коньки. Последние желательно в исправном состоянии, ведь починить их практически невозможно. Если не получается самим доставить средства передвижения, волонтеры могут приехать и забрать. Сейчас на ваших экранах телефон, куда можно звонить. Акция завершится 30 мая. Уже 1 июня, в день защиты детей, велосипеды планируют дарить. Мы будем вручать детям из разных семей. То есть есть семьи, где детей по 8 человек, по 5, по 6, по 3 человека. И у них совершенно нет никакой возможности купить себе такой велосипед. Так что если на вашем балконе, в подвале или гараже завалялся ненужный старенький велик, детский или взрослый, приносите его по адресу Ленина 54В с 10 до 19.30. Возможно, именно ваш велосипед поможет исполнить чью-то мечту и сделать жизнь ярче и интереснее. Татьяна Голубева, Александр Антропов. День с толком. На этом у меня все. Через несколько секунд и погоди. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». Будьте здоровы и до встречи. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнали Симон!